Я обратил внимание, что хлопаем мы очень-очень даже странненько и как-то слабенько, поэтому сейчас предлагаю разобраться с хлопками и в ритм музыки, которая будет, похлопать вместе со мной, потренироваться еще разочек. Поехали, может нам первый отрезок, мы сейчас ориентируемся. Это надо хлопать вот так. И желательно всем, самым активным, брезы раздавь потом. Отлично, спасибо, следующий ритм. Ну здесь все знают, вообще без подсказок должно быть. Отлично, хорошо, я понял, сориентировались в фончик. Фончик пока просто. Итак, дорогие друзья, сейчас предлагаю поделиться на две команды. Можно вас вот так вот попросить на ту команду перейти, вот туда, помочь там взрослым немножко. А вы оставайте здесь. Сейчас для этой команды, поаплодируйте, пожалуйста, для команды по правую руку от меня. И команда по левую руку от меня тоже, да, для вас. Будут звучать разные ритмические рисунки, и вам нужно будет их изобразить в аплодисментах. Это такое качество разогрела. Вот, итак, поехали. Первый ритмический рисунок для команды по правую руку от меня. Там же все просто было. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Отлично получается. И теперь ритмический рисунок для команды по правую руку от меня. Отлично, молодцы. Аплодисменты сами себе. Следующий ритмический рисунок для команды по правую руку от меня. Отлично получается. Молодцы. Аплодисменты сами себе. И следующий ритмический рисунок для команды по правую руку от меня. Еще. Молодцы. Аплодисменты сами себе. И еще один ритмический рисунок для команды по правую руку от меня. Молодцы какие. Аплодисменты шикарно получается. Теперь следующий ритмический рисунок для команды по правую руку от меня. Раз, два, три. Молодцы. Аплодисменты сами себе. А теперь аплодирую дружно все. О чем мы достойно аплодируем? А знаете почему? Потому что впереди конкурсы. И я передаю своей соведущей Алене микрофон. Потому что она заготовила что-то новое и свежее для вас. Я пока еще не в курсе как это выглядит, поэтому, к сожалению, как подвести к этому не могу. Ален, микрофон тебе, эти аплодисменты. Я старался для тебя. Спасибо огромное. Ну давайте еще раз. Вы же научились уже, да? Друзья мои, сейчас я предлагаю включиться абсолютно всем. Взрослые тоже. Скажите, кто из вас хочет подарочек новогодний от Дедушки Мороза? Все хотят. А взрослые хотят? Ну тогда все, кто хотят, очень внимательно слушаем и участвуем в следующем конкурсе. Буду сейчас всем раздавать призы. Задание следующее. Все мы с вами умеем танцевать. Правильно? Наверное, мира, добра. Пусть все будут живые, здоровые. Пусть все будут счастливые как можно больше и дольше. Чтобы свинья нам принесла не только какие-то сюрпризы, но еще и радость. Какое там было движение? Кто помнит? Активней! Кто хочет? Я! Я для взрослых сейчас, потому что малышня 100% не знает. Все помнят фамилию и имя двух солистов. Кто помнит? А там еще что-то было. Что там еще было? А еще? Да! А можно вас сюда? Вы посмотрите только на эту красоту, да, эти песни? Поехали. Лунная дорожка. Песенка на очереди. Да! Дима Билан там прыгал. Очень крутой прыжок у него был. А кто помнит, что там было еще? Что еще было? Я очень сильно хочу отдать. Маги, которые выясняли, что все естественные, здоровые стоят. Просто выполняют движение и музыки правильно. Вы просто не подражаемы. Вы обалденно все танцевали. Здравствуйте. Здравствуйте. Конкурс вас никоим образом не касается. Я бы хотел пообщаться со взрослыми. Дело в том, что уже традиционным стал розыгрыш шампанского. Да, обычно на елках я почему-то как-то так повелось, разыгрываю шампанское. Зачем мне это нужно, я не понимаю, но людям нравится. Я не знаю, или я, или шампанское, или викторина. В надежде на то, наверное, что с тобой кто-то поделится потом. Да. Итак, дорогие друзья, в прошлом году я... Кто помнит в прошлом году этот розыгрыш шампанского? Никто не помнит? То есть можно повторить? Я помню. Отлично. Скажите мне, пожалуйста, есть ли варианты ответа? Какова длина бутылки шампанского? 35! Я говорю, взрослые участвуют. Даже если ты очень громко назовешь правильный ответ, я не дам вида. Вот, а ответят только взрослые. Я там принимаю ответы. Есть варианты ответа? Есть варианты ответа? 35! Очень близко к 35! Вот с этой стороны тоже были варианты. Какие варианты? Сколько? Вот вы переборщили. Блин, 37! Правильный ответ есть? Вот, поаплодируйте, пожалуйста. А то не знаешь, что я вам за правильный ответ сразу же дам этот самый приз. Дорогие друзья, о чем бы я хотел поговорить? Это же я по прошлому году у Викторины. О чем бы я хотел поговорить? У шампанского есть одна такая штуковина, особенность. Это отличает любой напиток. Шампанское от любого напитка. Это такая проволочка. Вот сейчас действительно, кто мне скажет, зачем? Если даже расскажет, откуда появилась вообще, блин, две бутылки шампанского. Нет, ну ты тогда должен будешь уже ящик выдать. Хотя бы как называется? Как называется вот эта вот проволочка, которая на пробке с шампанским? В молочном шампанское не пьют. Или пьют? Весле. Очень близко. Практически. Что? Но он правильно ответил. Что? Аплодисменты. Сразу видно, кто у нас. Любитель шампанского. Вот у нас группа и выиграла. Сейчас скажут, что под собой. Конечно, сейчас все скажут, что мы в доле. На, тебе одну аплодисменты. С наступающим тебе. Много не пейте перед выступлением. Хорошо, ладно. Но я же тоже как будто и зритель еще, да, там еще вторая есть. Скажите, пожалуйста, как переводится эта штуковина или хотя бы для чего она нужна? Ну так, предположение есть? И кто ее придумал? Что мы знаем об этой штуке? Вообще ничего не знаем. Что, 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 что? Чего не слышно? Вот это вот проволочка на шампанском. Вот я спросил, как она называется. Уже выяснилось, что французское слово мюзле. Не вилка. Как вы сказали, да. Вот я сейчас спрашиваю, как это переводится? Зачем она нужна? Или хотя бы длину мне сказать? Этой проволоки. 40 метров. 40 метров? Девушка, вы представляете себе 40 метров проволоки вокруг шампанского? И вам в магазине так вносят на погрузчике таком. Держите, пожалуйста. А вы такая в сумочку раз и поскакала с фуршетом. Что там? Длина шампанского нет, мы уже выяснили. Длина проволоки выясняем. 50 км. Это очень сложно. Это ты переборщил. Это ты будешь рассказывать девушке своей. Да. 15 метров маловато. Нет. Давайте кто ближе. 28 мало. Сколько? Больше. 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 42? Блин, ну это максимально близкий ответ. Дело в том, что по ГОСТу это проволочка. Длиной 41 сантиметр, плюс-минус, по-моему, полсантиметра. 41 сантиметр, реально. А бутылка 37. Плюс-минус. Держите. Я тоже не помню, оказывается, с прошлого года. С наступающим вас аплодисменты. Спасибо. Дорогие друзья, к чему я этот конкурс вообще привел? Я когда-то просто так проводил для развития, как это, интеллекта, зрителей и своего тоже вот этот конкурс. А сейчас я уверен, знайте, что вы пьете, читайте внимательные этикетки и интересуйтесь напитками. Потому что если вы будете знать, что вы пили 31-го, то 1-го числа вам будет гораздо легче. С наступающим Новым Годом вас молочно! А сейчас для вас группа Экстрим!